всем привет друзья на канале я американец иммиграция в деталях сегодня мы продолжим нашу историю о том как мы если вы помните очутились в мексике на границе в общем нас привез карлос на границу сыном нас дочери мы прошли с дочери первые оставил на пропускном пункте но практически нас довел до американской стороны мы благополучно зашли нас стали расспрашивать кто вы откуда вы зачем вы почему вы полностью деталях ну то есть там на первые пять минут нас разъединили с дочкой меня отвели в камеру поставили в раскорячку и обшмонали всего то есть полностью вытащили ремень забрали толстовку со шнурками все такое и телефоны забрали естественно оставили только деньги при мне пересчитали мне было четыре тысячи долларов в кармане наличкой пересчитали и вернули обратно вот и так мы оставались на границе на этом посту до вечера вечером 10 часов нас увезли в альпасов детеншил центр у них на этом пограничном пункте не было детеншила и нас увезли вечером там посадили нас ну как бы такая камера не камера вроде камера да с окном вот мы переночевали и на следующее утро ко мне пришел офицер он представился что он работает на цру и на фбр вместе вот и отслеживает миграцию меня потом где-то в часов десять он позвал нас уже с дочкой нас не разлучали у меня был допрос где-то четыре с половиной часа с пристрастием он интересовался кто я кто из российских спецслужб послал меня служил ли я в армии что такое игилл знаю знакомых спрашивал про чечню в общем все 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 что можно было что нельзя заставили петь гимн российский вот спрашивал какого цвета флаг то есть он меня хотел идентифицировать как гражданина россии вот прошел день у нас там потом на следующий день нас опять увезли на границу мы пробыли там целый день там было небольшое интервью сняли отпечатки пальцев рост вес ну все такие вот детали и вечером опять увезли нас обратно детеншил и на следующий день это практически было три дня 72 часа не имеют право держать тебя с детьми с ребенком на следующий день уже на 3 утром нас подняли и отвезли в офис где нам надели gps трекер браслеты на и после чего мы отправились в католический шелтер при католической церкви значит там мы уже помылись там нас уже хорошо накормили и там уже были такие номера двухместные мы выспались там связались с нашим поручителем чтобы купить билеты на самолет билеты ужасно дорогие были в тот момент я не стал покупать и мы купили на грейгант на автобус буквально 160 долларов стоило до лос-анджелеса и 18 часов пути так как путь лежал в приграничной зоне это техас аризона нас несколько раз останавливали пограничники проверяли документы те бумаги которые нам дали на границе у них не вызывали никаких вопросов то есть мы свободно двигались а перед тем как сесть на автобус то есть они вас из католического шелтера прямо своими волонтерами на частных машинах довозят либо в аэропорт либо на автобусную станцию и прямо сажают прямо до самого конца и когда мы садились на автобус мне сын написал они на следующий день с женой и с младшим сыном переходили границу и написал папа нас не впустили и в этот момент у меня вообще все вся жизнь остановилась я думаю как же так что же делать я думал что карлос наверно уехал они не знают ни английского ни испанского что они там будут делать у них толком не связи нет ничего но как оказалось позже сын мне написал что они приехали после обеда этот пограничный пункт принимает только 20 или 30 человек в день и уже у них лимит был исчерпан но карлос оказался парнем ответственным он когда привозит людей он с такси еще стоит час потому что были такие случаи что возвращали и ждет час на границе вот таким образом мои вышли он их подобрал везли уез обратно в гостиницу поменял свои билеты на сегодняшний день которые у него были на самолет и в общем вернулись они а сказали им чтобы они приезжали на следующий день так как сегодня они не могут их принять и так действительно получилось они приехали на следующий день утром 9 часов и и их приняли все нормально было то есть через два дня они тоже вышли и мы встретились уже в лос-анджелесе следите за историей я на этом остановлюсь продолжу в следующем ролике будет интересно подписывайтесь на канал ставьте лайки это поднимет наше видео в топ и люди будут узнавать об этом больше людей всем хорошего дня у нас утро всем пока